МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире ЛРТ, программа Итоги недели. В студии Андрей Лобанов. Коротко о главных событиях прошедших дней. Проект необходим для подачи качественной московской питьевой воды. Глава округа проверил, как идёт строительство водовода между Томилиной и Октябрьским. Всё, что зависит от нас, это абсолютно однозначно всегда будет поддержка, всегда будет настроено продвижение. Луиза Егезарян побывала на предприятии по разработке и производству тактического снаряжения. Раз в год хотя бы делаю, для того, чтобы не болеть. Как проходит всероссийская кампания по вакцинации против гриппа, расскажет Богдан Колесников. Школа развивается, в школе работают и кадры опытные, и молодёжь приходит. Детская музыкальная школа номер 2 отметила 55-летие. А теперь подробнее об этих и других новостях. В администрации городского округа Люберцы прошло еженедельное оперативное совещание. Руководители структурных подразделений, силовых ведомств и экстренных служб рассказали об итогах проделанной работы за отчётный период. 174 ДТП с двумя пострадавшими, более полутора тысяч обращений и одно убийство. Такой выдалось в прошедшей неделе для сотрудников Люберецкого МВД. Помимо этого, жители округа продолжают становиться жертвами дистанционных мошенников. Я ещё раз всех предупреждаю, если вам позвонили, то будьте любезны отзвониться или в службу безопасности, или в свой банк, где вы, ваша карточка, чтобы вы уточнили, или сейчас второй вид, ваша дочь, ваш сын, ваш внук попал в ДТП, или вы там задержан с наркотиками, то же самое передают большие суммы денег. То есть позвоните в правоохранительные органы, никакие деньги не передавайте. О проделанной работе за отчётный период доложил и руководитель управления ЖКХ округа. За минувшую неделю к ним поступило более 60 обращений о неисправности уличного освещения. Замыкание на линиях вызвал шквалистый ветер. Также в округе продолжается программа по ремонту многоквартирных домов. Плановые работы будут проведены в 135 МКД. 38 находятся в работе. По таким видам работ, как ремонт фасадов, ремонт балконов, ремонт кровель, замена внутридомовых инженерных систем, ремонт отмосток, сюда же входит замена лифтового оборудования. На оперативном совещании в очередной раз обратили внимание на травматизм на железнодорожных путях. В округе регулярно проводят рейды, чтобы сократить количество происшествий. С начала 2022 года на территории городского округа Люберца на железной дороге погибли 16 человек. Ежедневно проводятся рейды с участием волонтёров и сотрудников ОВД и ДНД с целью недопущения проходов жителей через ЖД пути. Также в проделанной работе за прошедшую неделю отчитались сотрудники дорожного хозяйства, здравоохранения и представители спорта. Мария Антонова, Денис Заугольников, Пётр Пономаренко. Телеканал ЛРТ. В Люберцах до конца 2024 года планируют завершить строительство московского водовода. Ход строительных работ проверил глава округа. Дальше идёт участок, вот где заканчивается граница первого этапа. Это сейчас идут конкурсные процедуры по отбору подрядной организации. Более одного километра водовода из почти семи необходимых уже построили. Его протянут от микрорайона птицефабрика в Томилино до ВЗУ номер один посёлок Октябрьский. Проект необходим для подачи качественной московской питьевой воды в посёлок Октябрьский и ближайший посёлок Мирный. И также в перспективе планируется подача деревня Токарёва и Чикалова. Данный проект осуществляется в рамках трёхстороннего соглашения между Министерством ЖКХ Московской области, Администрацией муниципалитета и Мосфодоканалом. Завершить строительные работы планируется к концу 2024 года. Богдан Колесников, Мария Антонова, Пётр Пономаренко, телеканал ЛРТ. Владимир Волков совершил очередной объезд округа. На этот раз под инспекцию попала улица Транспортная. Глава Люберец дал поручение своим профильным заместителям привести в порядок прилегающую к ней территорию. А именно убрать старые автомобильные покрышки, строительный мусор и провести опиловку аварийных деревьев. Протяжённость улицы Транспортная около полутора километров. Ежедневно по этой дороге проезжает несколько тысяч автомобилей. Весной здесь обустроят тротуары и организуют парковочные карманы. На территории пятой гимназии началось строительство физкультурно-оздоровительного комплекса. В новом спортивном объекте смогут заниматься не только воспитанники образовательного учреждения, но и все желающие. За ходом возведения наблюдал наш корреспондент. Сейчас на этой площадке кроме техники и строителей ничего нет. Но совсем скоро территория пятой гимназии станет местом притяжения спортсменов. Многофункциональный комплекс не только разгрузит спортивный зал гимназии, но и значительно разнообразит уроки физкультуры. Строительство этого объекта и реализация его нам очень поможет. Мы хотим, чтобы здесь занимались дети и в учебное время повысить свое качество образовательного процесса, и, естественно, повысить показатели спортивных достижений. У нас очень любят спорт дети. Мы постоянно участвуем в районной спартакиаде школьников Люберецкого района. Два года подряд мы занимаем первое место. С 8 утра до 15.00 комплекс будет в распоряжении учителей и школьников. Далее в нем смогут заниматься спортивные команды городского округа Люберцы. Двери нового объекта будут открыты как для любителей, так и для профессионалов. Конечно же, по результату всех этих объектов, которые будут дополнительно появляться на территориях наших школ, конечно же, со временем будут появляться и спортсмены, профессиональные спортсмены, которые будут защищать имя и городского округа, на российских, международных соревнованиях и, конечно же, имя Московской области. Строительство завершится уже в начале весны. Подобные фоки возводят также на территории 6-й и 21-й школ. В дальнейшем сеть таких спортивных объектов будет расширяться. Луиза Егия-Заря, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ. В округе продолжается благоустройство набережной Новокросковского карьеры. Какие работы уже выполнены и что еще предстоит сделать, выяснял наш корреспондент. Закрепим эту решетку большими анкерами и сверху еще щебень, вот эту решетку наполним. Это вот то, что мы сделаем в следующем году. К благоустройству береговой линии приступили в прошлом году. Для комфортного отдыха установили скамейки, беседки и наружное освещение. В рамках реализации программы «Безопасный регион» рекреационную зону оснастят камерами видеонаблюдения. Также укрепят склоны во избежание сползания грунта после дождей на обновленную набережную. В данный момент мы планируем произвести устройство стенок защитных вокруг трибун, для того, чтобы защитить трибуны от надвигающегося грунта. Будет натянута сетка специализированная, чтобы не осыпались эти берега. Конечно, это будет решение в зиму, то есть это временное будет решение. Весной застройщик выйдет уже с проектной документацией и будет укреплять уже по-серьезному, действительно вести укрепление берегов. Работы по комплексному благоустройству набережной, общая площадь которой около полутора тысяч квадратных метров, планируют завершить к концу весны. Богдан Колесников, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ. Председатель Совета депутатов округа Владимир Ружицкий проинспектировал ход завершающихся работ по благоустройству территории Ухтомского пруда, одного из любимых мест отдыха люберчан. Подробности в материале Марии Антоновой. Средства на санитарную очистку старейшего водоема округа с почти вековой историей. Выделили средства муниципалитета по просьбам жителей. Было принято решение муниципалитетам по выделению средств на санитарную очистку осенью этого года. Вывезено порядка 13 кубов мусора. Из воды подрядчик умудрился доставить дорожные знаки. Как они туда попали, неизвестно. Детские самокаты, детские велосипеды. Работы по очистке и благоустройству водоема начались в 2019 году. К его восстановлению приступили после того, как он стал заметно мельчать. Ухтомский пруд – одна из достопримечательностей Люберец. И особенно его оберегают жители близлежащих домов. Дороги надо отгородить. Помимо ограждения, жители попросили поддерживать уровень воды в водоеме и чистоту на прилегающей территории. Чтобы каким-то образом поддерживать уровень воды в водоеме, мы здесь пробурили скважину. Здесь скважина постоянно пополняет этот прудик водой, иначе бы тут вода просто бы ушла. Но тем не менее, мы его очистили, скважину сделали, пруд водой мы пополняем. Помимо уборки опавшей листвы и бытовых отходов, в преддверии зимы демонтировали фонтаны. На свои места их вернут уже после холодов. Мария Антонова, Пётр Пономаренко, телеканал ЛРТ. Владимир Волков провел в Люберцах очередную встречу с семьями мобилизованных и добровольцев. Глава округа напомнил о мерах социальной поддержки, бесплатной юридической помощи и адресной доставке гуманитарной помощи бойцам, участвующим в специальной военной операции. Есть вопросы, возникающие, которые нужно снимать очень быстро и оперативно. Поэтому сегодня мы их обязательно обсудим. Месяц назад в округе создана инициативная группа, которая собирает гуманитарную помощь мобилизованным и доставляет её в учебной части, в которых люберецкие мужчины проходят боевую подготовку. Несколько партий гуманитарного груза уже передано. Одеты, амбуты, сыты. То, что могли, сами передали. То, что просили, с помощью администрации была отправлена гуманитарная помощь. Мы тоже собрали. Ребята, конечно, домой ждём с победы. Естественно, за каждую переживаем, молимся. И обязательно пусть возвращаются с побед. Связь с мужьями, жёны мобилизованных и добровольцев поддерживают каждый день. Олеся Довранова с супругом общается не только по телефону. Сегодня я еду в Беларусь к нашим бойцам. Поднять им боевой дух, передать им продуктовую помощь. Какие-то вещи личные, которые уже сносили за время боевых слаживаний. Жёны, матеря передают сумки, посылки. И вот со всем с этим мы едем. Инициативная группа формирует следующую партию гуманитарной помощи для мобилизованных. Её отправят на следующей неделе. Богдан Колесников, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ. В Люберцах работает предприятие по разработке и производству тактического снаряжения. Компания выпускает более 80 видов изделий, необходимых для удобства и спасения жизни военнослужащих. Подробности далее. От рюкзаков и сумок до бронежилетов и разгрузочных систем пулемётчика на этом небольшом производстве создают всё необходимое для тех, кто несёт военную службу и работает в силовых структурах. Компания начала делать первые шаги в Люберцах в 2009 году. Сегодня она – надёжный партнёр многих крупных организаций. Мы работаем со всеми силовыми ведомствами России. Это Министерство обороны, Силы спецоперации, ССН, ФСБ и с частными организациями. Сейчас, соответственно, мы работаем в том числе с всякими волонтёрами, с добровольческими отрядами и так далее. С начала специальной военной операции объёмы производства выросли в четыре раза. Чтобы справиться с нагрузкой, предприятие перешло на круглосуточный режим работы и увеличило штат сотрудников. Всё, что зависит от нас, это абсолютно однозначно всегда будет поддержка, всегда будет настроено продвижение. Поэтому я желаю и руководству, и коллективу двигаться вперёд и всегда, конечно же, расти в своём профессиональном плане. Весь процесс создания изделий происходит на этом предприятии. В 2014 году компания начала работу по импортозамещению тканей комплектующей, которые используют при пошиве тактического снаряжения, преимущественно российского производства. Луиза Игия Зарян, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ. Жители нового ЖК Люберцы парк задали вопросы представителям власти, депутатам и сотрудникам силовых структур. Встреча прошла в формате выездной администрации на улице Шевлякова. На ней побывали и мы. Мы хотели обратиться, чтобы здесь нам сделали инфраструктуру, въезд. Потому что когда мы катаемся, здесь раздевалка в этом помещении, и там бордюр идёт. Новый микрорайон – это всегда многое. Обращение и пожелания от жителей ЖК Люберцы парк сдали в эксплуатацию два года назад. Сегодня в десяти многоэтажных домах проживает около шести тысяч человек. Вопросы, которые волнуют их, связаны с работой общественного транспорта, безопасностью и строительством социальных объектов. На этой территории уже открыт детский сад. И планируется медпункт. И есть отдел полиции, который подчиняется Ухтомскому отделу. Всё требует внимания. И вот сейчас мы уточним, что именно. На встречу пришли жители не только нового жилого комплекса, но и северной части города. Светлана Советникова обратилась к главе городского округа с просьбой вернуть пешеходный переход на остановке поликлиника на улице Льва Толстого. Люди перебегают через дорогу. Неоднократно были аварии, потому что перейти через эту сторону невозможно. То есть один сделали между улицей 8 Марта и Толстого. Это Т-образный. И там сделали пешеходный переход. А второй за поликлиника в сторону Люберец. Но глава взял сейчас под контроль этот вопрос. И я надеюсь, что мы его всё-таки как-то решим. На контроле не только этот вопрос, но и все остальные, которые прозвучали на встрече. Все обращения жителей занесены в протокол и будут отработаны в ближайшее время. До конца года в округе завершится капитальный ремонт ещё нескольких многоквартирных домов. Один из них на улице Льва Толстого. Там идёт утепление фасада здания. На сегодняшний день выполнено 30% от общего объёма работ. Подробности у моих коллег. Ремонт идёт под пристальным вниманием жителей. Многие живут здесь с момента постройки. Здание возвели в 1987 году. Капитальный ремонт дом получает впервые. Работы ещё не завершены, а эффект уже ощущается. Мы пообщались с жителями. Даже там, где уже закрыли стены, утеплили, люди ощущают, что стало теплее. Площадь стен более 9 тысяч квадратных метров. Дом увешан строительными люльками. В бригаде 20 человек. Работа выполняется в соответствии с проектом. Устанавливаются кронштейны. Устанавливается утеплитель согласно проекта. Два слоя для улучшения теплоизоляционных свойств. Ну и затем профиля. И затем устройство уже самого керамогранита. В этом году у нас по плану 135 домов в плане. Вот сегодня мне говорят, статистика такова, что 97 домов мы уже сделали полностью. И 38 домов они в ремонте. Все материалы отечественного производства. Утеплитель и керамогранит, который уже зарекомендовал себя на других домах. Колористическое решение утвердили жители дома и управление архитектуры округа. Дом будет оформлен в двух цветах. Алексей Абрамов, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ. 17 ноября день участковых уполномоченных полиции. По этому случаю в округе прошло торжественное мероприятие. Наша семечная группа побывала на награждении народных полицейских. Они круглосуточно работают с населением и всегда первыми приходят на помощь. Сергей Амирханов работает участковым уже 15 лет. Место работы не менял. Все эти годы служит во втором отделе полиции. Самое сложное – это время. Они постоянно на работе, дома редко бывают. Наша задача – помогать людям выявлять, пресекать преступления, административные правонарушения. 115 участковых ежедневно стоят на страже правопорядка и спокойствия почти 500 тысяч жителей. Полицейские обслуживают территорию городских округов Люберцы, Дзержинские, Котельники и Латкарина. Будут участковым – это значит знать практически все. Практически все, что происходит. Практически все, что происходит на участке. Практически все, что происходит в районе, в городе. За ежедневный труд и профессионализм всем сотрудникам вручили благодарственные письма. В этом году это уже 99-я годовщина праздника. Богдан Колесников, Мария Антонова, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ. В Люберецкой областной больнице появился новый вид исследования – стресс-эхокардиография. Оборудование поступило в региональный сосудистый центр в рамках национального проекта здравоохранения в этом году. Стресс-эхокардиография помогает определить признаки ишемической болезни сердца, увидеть пораженные участки артерий, куда впоследствии пациенту установят стенд. Он позволит нормализовать кровоснабжение сердца. На УЗИ сердца мы смотрим, как работает само сердце, как работают клапаны, как оно сокращается. Мы тут видим сам миокард. Миокард поделен на несколько участков. И вот эти участки, как они сокращаются, мы это и рассматриваем. Мы фракцию выброса смотрим до нагрузки и после нагрузки. Перед началом велоэргометрического исследования врач проводит пациенту УЗИ сердца. Сначала мы смотрим сердце в четырёх позициях и записываем перед началом нагрузки, чтобы потом нам сравнивать. Велоэргометрия выполняется на специальном тренажёре. Исследование продолжается в течение получаса. Пациент выполняет возрастающую физическую нагрузку, а прибор непрерывно снимает его электрокардиограмму. Нагрузка каждые три минуты прибавляется. И мы смотрим, измеряем давление, смотрим за самочувствием пациента. У него есть тынос, огибающая артерия 60%. И мы должны определить, нужно её стентировать сейчас или можно подождать пока. После физической нагрузки врач повторно проводит УЗИ сердца, сравнивает результаты и назначает дальнейшее лечение. В региональном сосудистом центре это исследование проводят больным, находящимся на лечении в больнице, а также пациентам, которых сюда направляет врач-кардиолог из поликлиники. Богдан Колесников, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ. 14 ноября – Всемирный день борьбы с диабетом. Сегодня полностью вылечить это заболевание нельзя. Но чтобы жить полноценной жизнью, его можно контролировать. Как предупредить развитие диабета, смотрите в нашем следующем сюжете. Что вас привело к эндокринологу? Повысился сахар. Хочу, чтобы вы меня назначили на анализ. Татьяне Максименко 4 года назад поставили неутешительный диагноз. Сахарный диабет второго типа. Инсулин у таких больных вырабатывается. Люберченко знает, соблюдая диету и ведя активный образ жизни, можно нормализовать уровень глюкозы в крови и избежать осложнений. Заболевание серьезное, слежу со своим здоровьем. Поэтому часто посещаю доктора, даю все необходимые анализы, выполняю все назначения доктора. Чтобы выявить заболевание и скорректировать факторы риска его развития, нужно своевременно проходить обследование. Пациент обязательно должен, конечно же, проходить диспансеризацию раз в год, по необходимости раз в полгода. Если пациент замечает частую сухость во рту, жажду, учащенные мочи, спускание, сухость кожи, необходимо обратиться к терапевту по месту жительства, терапевт перенаправить к эндокринологу. По данным Международной диабетической федерации, в настоящее время в мире 537 миллионов взрослых людей живут с диабетом. В округе на диспансерном учете у врача-эндокринолога состоят более 10 тысяч человек. Из них тысяча ежегодно проходит лечение в условиях стационара в эндокринологическом отделении Люберецкой областной больницы. В Люберцах продолжается всероссийская кампания по вакцинации против гриппа. Прививку можно сделать во всех поликлиниках округа. Подробнее в нашем следующем сюжете. Грипп опасен своими осложнениями. Вирусные заболевания часто протекают достаточно тяжело, особенно у людей из группы риска. Им врачи рекомендуют прививаться в первую очередь. Люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями, люди с сахарным диабетом, с ожирением, с бронхолегочными заболеваниями, также пожилые люди. Люди могут заболеть, но болезнь будет протекать в более лёгкой форме. И мы сократим количество осложнений. По словам врачей, основная задача вакцинации – минимизировать осложнение от гриппа. С конца августа, когда стартовала прививочная кампания в округе, привилось около 98% детей и 60% взрослых. Раз в год хотя бы делаю, для того, чтобы не болеть. Я неоднократно делала прививку, и мне это помогает, я уже не болею. На здоровье важнее всего. На вакцинацию можно записаться на портале госуслуг или по номеру телефона 122. Богдан Колесников, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ. 17 ноября – Международный день отказа от курения. Он был учреждён в 70-е годы прошлого века по инициативе онкологов. Цель – привлечь внимание общественности к проблемам, которые вызывает вредная привычка. Люберецкий округ всегда был и остаётся территорией спорта. Наша съёмочная группа посетила Люберецкий врачебно-физкультурный диспансер, который специализируется на проверке здоровья спортсменов. Подробности далее. О вреде курения сказано много. Но врачи и в день Международного отказа от курения, и в любой другой, готовы ещё раз напомнить, чем опасна никотиновая зависимость. В первую очередь, это чревато, так как это вредная привычка для сердечно-сосудистой системы. Нарушается работа сердца, могут образовываться тромбы в сердце, плюс нарушается проводимость сердечно-сосудистой системы. Также очень большое влияние оказывает на головной мозг, тем самым, получается, уменьшает её работоспособность. В числе пациентов-диспансера – дети от 4 до 18 лет. Воспитанники спортивных школ и школ Олимпийского резерва. И взрослые спортсмены. Среди них есть и те, кто пробовал курить. Но совмещать спортивные занятия и курение невозможно. К нам за год обращается порядка около 6 тысяч спортсменов. Потому что ещё наблюдаем не только Люберецкий городской округ, но также близлежащие города – это Лыткая, Накотельники, Держинка, Раменская. Там, где нет спортивных врачей, нет диспансеров. С пациентами Люберецкого врачебно-физкультурного диспансера в плане курения всё в порядке. Случаи обнаружения курящих единичны. Кроме спортсменов, учреждения специализируются на обследовании граждан, планирующих сдать нормы ГТО. В связи с употреблением никотина идёт нарушение работы с речесосудистой системой в первую очередь. И человек переносит плохо нагрузки. В связи с этим, получается, у нас идут нарушения на ЭКГ. Плюс, возможно, некоторые шумы в сердце появляются. В связи с этим мы дообследуем ребёнка. Профилактикой отказа от курения коллектив диспансера занимается постоянно. Также своим подопечным врачи рекомендуют избегать вредных привычек в питании и соблюдать режим сна. Алексей Абрамов, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ. Почти 20 лет на базе при Центральном поликлиническом отделении Люберецкой областной больницы работает офтальмологический дневной стационар. Каждый житель округа может пройти там необходимое обследование и полноценный курс лечения. На первичном приёме врач спрашивает пациента о состоянии здоровья и наличии хронических заболеваний. Измеряет внутриглазное давление, проверяет зрение по таблице Сивцева, проводит авторефрактометрию. Это позволяет выявить близорукость, дальнозоркость и астигматизм. Уже на основании авторефрактометра можно понять, почему зрение такое низкое. То есть или ему нужно подобрать очки, начинаю ставить стёкла ему. Если очки не помогают, значит ищем проблему глубже. Мы ищем или катаракту, или глаукому, или дистрофию сетчатки. В отличие от катаракты, глаукома приводит к необратимой потере зрения. По словам окулиста, при этом в диагнозе никакие лекарства и операции уже не улучшат зрение. Но его можно сохранить на прежнем уровне. Главное – выполнять рекомендации врача. А при малейших симптомах заболевания сразу обращаться к специалисту. Какое-то пятно, какая-то мушка появилась, туман в глазу. Тут же бежим. Найдите себе ориентир. На расстоянии пяти метров, титры на телевизоре, часы, картина. Я сегодня также вижу, каждым глазом отдельно. Я сегодня также вижу вот эти часы с этого расстояния. И это можно делать и в очках, и без очков. В офтальмологическом дневном стационаре проводят поддерживающий курс лечения глоукомы, диабетической ретинопатии и других глазных заболеваний. Обнаружили дистрофию сетчатки. И я с 15-го года была на обследовании в институте Гельмгольца. Там дали направление по месту жительства на лечение. Я прихожу сюда с 17-го года два раза на год прохожу лечение. Чтобы попасть в дневной стационар, который находится при центральном поликлиническом отделении Люберецкой областной больницы, необходимо получить направление от лечащего врача-офтальмолога. Богдан Колесников, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ. Общегородская конференция для учеников 9-11 классов прошла в 27-й школе. Тема актуальная для выпускников особенности поступления в вузы и колледжи в 2023 году. Подробнее мероприятие в нашем сюжете. Такая конференция на базе 27-й школы проходит в третий раз. В этом году организаторы насчитали самое большое количество участников. Более полутора тысяч старшеклассников со всего округа. Профориентационная работа в школах проводится на высоком уровне. Управление образованием нам помогает в этом. То есть у нас идет большая плотная работа со всеми вузами именно в разрезе профориентации детей. Перед конференцией ученики могли познакомиться с представителями шести вузов. Из Москвы и Московской области. Либеретским школьникам рассказали о формах обучения и направлениях подготовки. А также о порядке поступления в учебные заведения. Я учусь в 11 классе. Для меня это очень важно найти какой-то определенный вуз, в котором я смогу потом учиться. Я собираюсь поступать на юридический, поэтому я в этой сфере ищу. Подробнее о каждом вузе рассказали уже на самой конференции. Не первый раз ее участником стал государственный университет управления. В нашем университете есть бюджетные места под 13 направлений подготовки с 14. На базе нашего университета проводятся олимпиады, турниры и конкурсы, в которых вы сможете получить дополнительных три балла к уже имеющимся результатам ЕГЭ. Определяться с выбором предметов на ЕГЭ ученики могут до 21 февраля. После этой даты изменить выбор дисциплин будет нельзя. Мария Антонова, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ. В Люберцах прошел вечер памяти, посвященный основателю городского краеведческого музея Михаилу Изместиеву. В картиной галереи, у истоков которой тоже стоял Михаил Петрович, с 17 ноября собрались его родные, друзья и коллеги, представители администрации и жители округа. Хочу сказать слова благодарности, что сегодня пришли наши уважаемые ветераны, почетные гости, молодое поколение, которое является продолжением всей истории, истории нашего городского округа, нашего города, историю, которую по крупицам собирал Михаил Петрович на протяжении всей своей жизни. Началось мероприятие у мемориальной доски, установленной на фасаде музейно-выставочного комплекса. На памятном митинге собрались люди разных возрастов. Многие из них были знакомы с Михаилом Изместевым лично. Это уникальный человек, потому что он прошел войну, он видел все, а мы учились у него трудиться и сохранять культуру, которую нужно нести на своих плечах, нужно беречь. Я думаю, что именно кладезь благодаря ему находится здесь. Продолжился вечер памяти в стенах музейно-выставочного комплекса. Концерт начался с любимой песни Михаила Петровича. Русское поле, сколько дорог прошагать мне пришлось. Работать над созданием Краеведческого музея Михаил Изместев начал еще в конце 60-х годов. Он изучал материалы по истории Люберец, собирал экспонаты, многие из которых ему проносили местные жители. Открытие музея состоялось в ноябре 1976 года. У него три жизни же было. Это военная жизнь, это музейная жизнь, это художник. Но для меня он существует, как вам сказать, родоначальник Краеведения. Вот он и Белов, журналист нашим местным. Вот они собрали по крупицам все, что просто сразу собрали. И соединили, и всю цепочку эту всю вырастили. Краеведение как таковое, Люберецкое, это, конечно, он его родил просто своими руками. За первые десятилетия работы в Краеведческом музее Михаилу Петровичу удалось собрать более 6 тысяч живописных и графических работ. Места в выставочных залах не хватало. И в 1994 году Изместев сделал проект картинной галереи. Мечта Михаила Петровича воплотилась в жизнь. Галерею построили и в 2018 году торжественно открыли. След Михаил Петрович оставил не только для меня, и для всех посетителей, и работников музея. Здесь остались вот его картины, очень много картин живописных, графических работ осталось. И, безусловно, в этих картинах живет его душа. Конечно, он живет в наших сердцах, и мы его всегда будем помнить. Музейный фонд составляет почти 40 тысяч экспонатов. Более 12 тысяч из них собраны Михаилом Петровичем. Заслуженный работник культуры России, почетный гражданин Люберецкого района Михаил Изместев ушел из жизни 10 лет назад. Но память о нем жива в сердцах людей. Богдан Колесников, Денис Угольников, телеканал ЛРТ. За год в Люберецком роддоме появляется на свет более 4 тысяч малышей. И в практике врачей бывают уникальные случаи, когда вес ребенка превышает 5 килограммов. На днях в Московском областном центре охраны материнства и детства родился очередной богатырь. С его родителями познакомилась Луиза Егия-Зарян. Вес 5,80, рост 63 сантиметра. О том, что ребенок будет таким крупным, Юлия Иванова не догадывалась. На УЗИ за две недели до родов врачи предупредили, что мальчик чуть больше 4 килограммов. Но новорожденный Мирон сделал всем сюрприз. Муж очень помог. Он со мной был от и до, на всех родах. Незабываемое ощущение, конечно. Но я думаю, без врачей я бы не смогла с этим справиться. Это профессионалы своего дела. Спасибо им большое. Естественные роды с таким крупным ребенком – случай достаточно редкий. За год в Люберецком роддоме появляется на свет около 300 малышей весом более 4 килограммов. А таких, как Мирон – единицы. Обычно врачи прибегают к кесарево-сечению. Но молодая мама справилась сама. Благодаря природе, тому, что женщина сложена очень хорошо, этот ребеночек появился на свет самопроизвольно. Малыш абсолютно здоровым. Родился на 8-9 баллов. И с мамочкой тоже было все в процессе хорошо. Она прекрасно восстановилась и скоро уже будет выписываться. Перед выпиской счастливых родителей поздравил глава городского округа Люберцы Владимир Волков. А дома супругов Ивановых и младшего брата ждет 7-летняя Настя, которая тоже появилась на свет в этом роддоме. Луиза Игия Заря, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ. В Люберцах состоялся муниципальный этап областного конкурса «Семейный завтрак». В Подмосковье он проводится впервые. Конкурсанты, учащиеся школ и гимназии округа. Дети состязались в приготовлении сырников. Подробнее о соревнованиях юных кулинаров в нашем следующем сюжете. В конкурсе участвуют 7 команд. Площадку и оборудование для мероприятия предоставило предприятие «Атесси». Юных кулинаров делегировали 2 гимназии и 5 школ. Дети уже победители. Они стали лучшими на школьном этапе конкурса. Здесь разный возраст, но в основном это среднее звено школы. Это 6, 7, 8, 9 классы. Из разных школ разновозрастные ребятишки. В каждой команде 3 человека. Непосредственно участник, его помощник и педагог. Мария Бибикова представляет гимназию номер 1. Готовкой увлеклась 2 года назад. Коронное блюдо – блины. Сейчас в арсенале повара традиционный для приготовления сырников набор. Творог, сметана, сахарная пудра, яйцо, мука, сахар и соль. Рецепт приготовления – мамин. Нет, особого секрета нет. Главное – постараться. За состязанием наблюдает жюри. В его составе сотрудники управления образованием, депутат Совета депутатов, представитель предприятия «Атесси». Критериев, по которым оценивается, казалось бы, простое блюдо – много. Вкус, качество использованных продуктов, сервировка блюда, умение кулинара его презентовать. Мы будем учитывать результаты, в первую очередь, этапов в социальных сетях и школьного, а также мы будем оценивать то, как отсервировано блюдо, его вкусовые качества. У нас в жюри есть профессиональный бренд-шеф «Атесси», который, я думаю, на 100%, я уверен в этом, на 100% поможет нам абсолютно профессионально и, главное, объективно оценить. По итогам состязания первое место заняла ученица гимназии номер один Мария Бибикова. Она представит городской округ Люберцы на заключительном областном этапе конкурса. Алексей Абрамов, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ. Детская музыкальная школа номер два отметила 55 лет со дня образования. Торжественные мероприятия по случаю юбилейной даты провели в Люберецком дворце культуры. Подробнее о событиях в следующем материале. Зал Люберецкого дворца культуры. Лучшей площадки для проведения концерта не подобрать. Именно в стенах Люберецкого ДК в 1967 году была образована детская музыкальная школа. Школа развивается. В школе работают и кадры опытные, и молодежь приходит. В этом году мы стали 18-ми в рейтинге по Московской области. Поэтому мне кажется, что школа, ее ждет большое будущее. Педагогов, учащихся родителей и гостей праздника поздравил глава городского округа Владимир Волков. Сегодня очень красивая дата. Две пятерки. 50 лет – это целая эпоха. Эпоха, которая формировалась, проходила такое определенное становление, образовывалась еще на тот момент в молодом городе, городе, которому в 23-м году исполнится 400 лет. Владимир Волков пожелал школе дальнейшего развития, побед в конкурсах и вручил коллективу благодарственное письмо о педагогам грамоты Министерства культуры Московской области. В настоящее время на шести отделениях образовательного учреждения обучается 434 ребенка. Школу поздравили и депутаты Мособлдумы Игорь Кахан и Дмитрий Дениско. Я вам желаю, во-первых, детям, чтобы у вас были не пятерки в ваших девичках, а самое главное – знание пятерочку в ваших головах. Вы знаете, музыка, когда ее слышишь, это прекрасно, это замечательно, но чтобы сделать эту прекрасную музыку, требуется очень много труда. Депутаты отметили педагогов. Аине Александровой, которая до 2014 года руководила школой, и сейчас преподает фортепиано, вручили почетный знак Московской областной думы за верность Подмосковью. Концерт разноплановый. Выступили оркестр русских народных инструментов «Русский лад», вокальный ансамбль «Детство», коллектив «Веселая компания», прозвучали сольные номера вокально-хорового, духового и других отделений школы. Луица Игия Зарян, Алексей Абрамов, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ. А на этом выпуск завершен. Еще больше подробностей смотрите на нашем сайте lrt.tv или в социальных сетях. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова